всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду на канале время от времени выходят ролики с кондитеркой и несмотря на то что они набирают ощутимо меньше просмотров чем мясные я все еще не теряю надежду подсадить вас на это увлекательное дело тем более что сейчас вы сидите как и я на карантине и у вас сложности с посещением всяких там шоколадниц где-то месяца полтора-два назад на канале вышел ролик с рецептом муссового апельсинового шоколадного торта и в комментариях под ним давний постоянный подписчик александр иванович написал самый вкусный торт который я готовил шоколадный это был пища дьявола второе место занимает торт с приятным названием захер если про пищу дьявола я ничего раньше не слышал то вот про торт захер мне в свое время сотрудница все уши прожужжала попробовала на его этом за границей потом везде в разных московских местах и пробовала такой классный такой замечательный короче я решил попробовать его приготовить александр иванович огромнейшее спасибо от всего сердца я его приготовил попробовал это бомба он офигительно вкусный он обалденный он готовится гораздо проще муссовые торты по крайней мере быстрее в разы он так понравился что я за две недели три раза его готовил моментально съедается очень вкусный готовится быстро им на самом деле и чаще его готовил но встал на весы плюс два килограмма пришлось сделать перерыв чтобы немножечко прийти в себя и так перечень ингредиентов и основные этапы готовки как всегда в конце ролика прочитаете а сейчас приступим шоколад ставлю топиться на водяной бане можно и в микроволновке топить но на водяной бане за ним приглядывать особенно не нужно духовку уже греется мне надо приготовить тесто для бисквита сначала масло с сахаром добела взбиваю можно любым миксером это делать я бы своим планетарным воспользовался но вы наверняка скажите а что делать я бы кого планетарного нет даже ручным венчиком это можно легко взбить поэтому ты показываю такие короче легко все делается не переживайте теперь а подготовлю яйца надо делить белки от желтков белки чуть позже я буду взбивать отдельно а желтки сейчас вводим в масляно-сахарную смесь вот так до однородности а теперь добавляю растопленный шоколад естественно тоже перемешиваю до однородности белки надо взбивать чистым венчиком это важно щепотку соли и пожужжать если из чашки не вываливаются значит сбиты белки вводим смесь лопаткой и аккуратно вот так вот движениями снизу вверх перемешиваем опять-таки до однородности отлично ну а теперь надо в муку ввести разрыхлитель и перемешать так очень хорошо все у нас последний этап приготовления теста для бисквита добавление муки аккуратно добавляем также смешиваем до однородности смешиваем именно аккуратно чтобы тесто не осело вообще-то ваниль в классическом варианте в тесто не добавляется но я последние два раза именно с ней готовил мне так понравилось гораздо больше поэтому чуть-чуть добавлю ванильного экстракта если у вас его нет можно добавить ванилин или ванильный сахар чуть-чуть ванильного сахара там ну чайную ложку хватит все тесто готово надо выпекать я использую разъемную форму вы можете выпекать в любой абсолютно размер тоже не особенно важен будет размером побольше у вас бисквит получится пониже ну значит разрежете его на два коржа будет поменьше размером форма получится высокий бисквит значит на три коржа разрезайте короче что у вас есть то и используйте на дне бумага для выпечки а стенки вот как видите ничем не закрывал тесто выкладываем и разравниваем поверхность в духовку температура сто семьдесят верхний нижний нагрев расположить надо примерно посередине духовки время выпечки от сорока минут до часа примерно зависит естественно от реальной температуры в духовке и от слоя теста в вашей форме готовность определяется шпажкой если выходит сухая значит бисквит готов даем ему слегка остыть и вынимаем из формы теперь разрезаем на коржи и удаляем все лишнее самое главное удалить корочку с поверхности для того чтобы вот этот верхушка поверхность была пористая и очень хорошо впитывал себя джем очень важно перед нанесением джема дать коржам остыть и подсохнуть сейчас пока теплые они содержат еще много влаги она не успела выветриться и поэтому джем они впитывать будут плохо а вот когда остынут подсохнут и как губка в себя все в сосуд пусть лежат на решетке можно кстати использовать решетку из духовки а я пока подготовлю джем его надо растопить и обязательно добавить чуть-чуть воды чтобы более жидкий был если джем у вас хороший то он обязательно содержит кусочки абрикосов это классно это здорово это вкусно но часть джема нам нужна абсолютно однородная такая текущая для того чтобы поверхность смазывать и бока тоже чтобы гладкая поверхность была если будут кусочки они кусочками застрянут соответственно вы ровную поверхность вашего торта не получите поэтому я процеживаю часть через металлическое сито а кусочки оставлю для первого коржа внутри то пусть себе лежат и сюда тоже часть процеженного конечно чтобы он пропитал корж теперь второй его тоже джемом и так до победного конца после установки последнего коржа смазываем и сверху и с боков вот так вот и в таком виде в холодильник на полтора два часа нужно чтобы коржи как следует пропитались и не переживайте что в холодильнике они где плохо пропитаются сам по себе бисквит очень пористый он как шуба он как теплоизолятор поэтому пока еще этот холод внутрь вашего торта проберется ну или пока теплота наружу выйдет успеют сто раз коржи внутри пропитаться а вот сверху пленочка вашего джема хорошенько подстынет завершающий этап на водяной бане топим шоколад для глазури и теперь добавляем в него сливочное масло размешиваем до однородности отлично глазурь готова торт я уже установил в чашке на подставке можно наносить глазурь готовый торт надо бы оставить в холодильнике на пол часика чтобы глазурь окончательно застыла после чего можно трескать так ну и наконец таки можно его попробовать обалденный насыщенно шоколадный при этом абрикосовый вот этот джем классно чувствуется пропитанный весь этим прям вот не убавить не приправить поэтому он он очень простой очень простой да нужно подождать немножко по времени да то есть вы замесили это самое тесто жидкое отправили его в духовку 40 там 50 60 минут ждете можете 40 может за полчаса у вас приготовиться если у вас совсем тонкий корж будет и духовка допустим слабо греет после этого подождали когда он остынет тоже надо подождать понятно срезали все это дело растопили джем замазюкали подождали когда джем застынет в холодильнике опять подождать ну вы сейчас сидите на карантине сколько вам выйти на кухню чтобы потратить 3-4 минуты в перерывах нет приготовления совсем я считаю проблем нет так что приготовьте порадуйте себя тем более в это такое напряженное время с психологическим давлением сладость хоть иногда но поднимает настроение и делает жизнь немножечко краше но следите за весом следите за боками не забывайте про зарядку огромное спасибо за компанию за лайки за дизлайки за репосты напишите еще какие вы тортики вкусные ели готовили и они вам сильно понравились я тоже их поищу в интернете может тоже что-нибудь такое забацаю спасибо за компанию еще раз всем пока а и а и